МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для меня это просто Родина. А Родина, это, сами понимаете, все. Плывешь по Волге, что ночью завораживает, что днем у тебя просто душу распирает от этой красоты. Все это наша Россия, за которую берет гордость. Ну и, конечно же, Волга. Сколько песен спето про Россию, про Волгу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Расположились 10 областей нашей страны и 3 республики. На Волге более 60 городов и городков. Самый маленький и, пожалуй, самый душевный из них со смешным названием Мышкин. В последние годы он на гребне волны туристического интереса. Мышкин – следующий пункт и в нашем путешествии. Получил статус города в 1777 году. Расположен на левом берегу Волги. Население 5473 человека. Площадь – 5 квадратных километров. Итак, мы доехали до Мышкина на машине и ждем вторую группу, которая добирается на лодке. И вот я уже их вижу. Алина, привет! Привет, привет! Мы доплыли. Теперь осталось выбраться. Так, держу вас. Я как настоящий матрос. Ну что, жилет мне уже не понадобится, потому что начинается сухопутная часть нашего путешествия. Сразу понятно, что мы оказались в популярном туристическом месте. Вот сколько теплоходов сразу. Да, здесь нам уже рассказали экскурсоводы, что они с начала навигации приняли 165 теплоходов, и на борту было больше сотни людей. Что все эти люди ищут в городе Мышкине? Ну, мышей, конечно же. Ну, может, не только мышей. Здесь есть собор, здесь есть старые купеческие дома и очень красивый пляж. Говорят, мышь тут тоже есть. Ну, нам есть что посмотреть. Этим и займемся. Первое, что видят туристы, покидая теплоход, это небольшой базар на берегу. Главные герои тут – вот эти мыши. Символ города и самый популярный сувенир. Конкурировать может разве что волжская рыба. Что это у вас, это сом? Это сомик, да, наш речной сомик. Сколько стоит? Стоит он 1 тысяча рублей. Очень сильно. Из местной рыбы это, на мой взгляд, самое вкусное. Это не очень дорого, зато очень вкусно. Хорошо, а стерлядь местная? Стерлядочка, да, есть местная, есть аквакультурная. Но местная стерлядь, она запрещена к вылову, поэтому мы работаем с аквакультурой. Но на вкус она идеальна. Это должно быть вкусно. Да, это стоит, сколько вы там сказали, 2 тысячи? Она идет от 500 рублей и выше. Это скоропорчащийся продукт, он долго не лежит. То есть вот хорошо сегодня было много тех походов, и рыбки так немножко осталось. Коренной мышкинец или мышкарь, как тут принято говорить, Михаил Суворов, каждый день на пристани, в любую погоду, в другой жизни, в другом городе он не желает. Здесь-то кто в мышкине будет работать, кто будет производить это все, если не я. Здесь прекрасный город, прекрасные условия для жизни. Кто хочет работать, тот работает и живет прекрасно. Опять же, люди, которые сюда один раз приехали, они обязательно сюда возвращаются. Кто-то за рыбой, кто-то на Волгу посмотреть, кто-то просто искупаться, кто-то в лес ходить за грибами, кто-то ягод пособирать. То есть если в мышкине человек побывал, он по-любому туда вернется. Мышкин остался бы обычным провинциальным городком, каких на Волге множество. Но мышкари буквально из ничего создали туристический бренд. За основу взяли легенду. Однажды некоего князя, который решил вздремнуть на берегу Волги, разбудила мышь. Как раз в это время к спящему князю ползла ядовитая змея. А мышь спасла ему жизнь. На этом месте и основали город. Наврали, конечно, но какой бренд без хорошей легенды. Ну что же, мы разделились с Ольгой. И ко мне сейчас присоединилась Оксана. Она будет нашим экскурсоводом, покажет самые мышиные места. И первое это амбар. Самый настоящий амбар. Сохранился здесь середину 19 века. В старину как говорили про плохого хозяина. У него в амбаре даже мыши перевелись. Купцы чистого, кому мельница принадлежала. Хозяева хорошие, мышей много. На нашей мельнице мы посмотрим отделение не только машинное, но и мышиное. Пойдем. Мыши пошли ловить. Так. Оксана Гладчук знакомит гостей с историей родного города. Крупным туристическим центром Мышкин стал в середине 90-х. И сегодня мыши здесь для туристов любые. Из ткани, замши, фарфора, стекла, дерева. Маленькие и большие. Все дороги в городе ведут сюда, во дворец мыши или мышиные палаты. И здесь туристов встречает мышиный король. Его Величество Царь, 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 примерно, царь. Вы знаете, конечно, когда-то туризм в Мышкине начинался именно с той маленькой серой мышки, когда мы открыли музей мыши в городе, открылся единственный в мире музей мыши. Конечно, такое название повлекло к себе первых индивидуальных туристов. К нам поехали первые теплоходы, автобусы туристические, в общем-то. Но со временем, знаете, мы стали понимать, что Мышкин – это не только мыши. Мышкин – это люди в первую очередь, наверное, все-таки. Как мы говорим, у нас в Мышкине что ни дом, то история, что ни человек, то личность. Все-таки есть в Мышкине что посмотреть и кроме мышей. А мы сейчас в самом известном и самом народном соборе Мышкина. Это Успенский собор. Начало 19 века. А народный, потому что в его строительстве участвовали все жители Мышкина. А вот проектировал Успенский собор совсем не местный житель, а итальянец Джованни Монфрини. Собственно, вот только этим собором он и известен. Ну, а мы пойдем наверх. Тут еще одна лестница. И сейчас увидим, почему этот собор так любят местные жители, и особенно туристы. В общем, известен собор в первую очередь не итальянцам, не пожертвованиями, а тем, что это главная смотровая площадка города. Вот какой вид открывается с колокольни собора. В общем, не зря 90 ступеней мы преодолели. КОНЕЦ Так петь о Волге можно, только живя на Волге. Это вокальный ансамбль преображения. Все его участники – ученики именно Волжской, Нижегородской хоровой школы. Факт то, что она на протяжении десятилетий была очень такой крепкой. То есть хоровики крепкие выходили, профессионалы с большой буквы. И до сих пор эти нижегородцы работают практически по всем городам вот «Золотого кольца России» по Волге. Когда поешь про Волгу, нужно петь с душой. И тогда песни начинают трогать. Потому что любую песню можно испортить, да, но когда поешь с душой, хоть про Волгу, хоть про Каму, про что угодно, тогда все получится. Здесь природа, экология. И опять же спокойствия нет этой суеты, муравьи, как в том же Москве, понимаете? Здесь намного лучше себя чувствуешь. А люди чем отличаются? Люди проще. Люди проще. А это как? Ну, не загруженные, так скажем. Можно, так сказать, ни на бегу, ни на ходу поговорить. Проще люди. Здесь расслабился. Когда поешь о Волге, думаешь о Волге. Когда поешь о Роще, там зеленое, думаешь о Роще зеленое. Поэтому так и получается от души. И все в Мышкине такое. Каждое здание, каждый закоулок для туристов, чтобы им было интересно, красиво, хорошо. В городе всего пять с половиной тысяч жителей. И гуляя здесь, ты понимаешь, Мышкин словно создан целиком для тебя, чтобы привлекать и радовать. Вы понимаете, впечатление, на самом деле, плывешь по Волге, что ночью завораживает, что днем у тебя просто душу вот распирает от этой вот красоты. Двигаясь вниз по Волге, мы дошли до Костромы. Этот город почти в 30 раз больше Мышкина. Но есть у них общая черта. Они оба сейчас на подъеме, на гребне Волжской волны. И Кострома привлекает туристов не только историей и архитектурой. Город основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Население 277 тысяч 21 человек. Входит в состав Золотого кольца России, родина Ивана Сусанина и Снегурочки. В прошлых сериях фильма «Главная улица страны Волга» мы рассказывали про Углич, где со смерти несчастного царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, началось смутное время. Так вот, в Костроме это самое смутное время закончилось. Исторически сложилось так, что важные события в жизни нашей страны происходили именно на берегах Волги. В годы смуты здесь решилась судьба всей России. В 1613 году на Земском соборе в Москве на престол избрали 16-летнего Михаила Романова. Ранее, чтобы его пленить, поляки отправили отряд в Костромскую вводчину Романова. Но благодаря подвигу местного крестьянина Ивана Сусанина, Михаил с матерью успели укрыться в монастыре. И здесь же Романова благословили на царство. Сегодня музей-заповедник, Ипатьевский монастырь – главная достопримечательность Костромы. Древнерусская Кострома – город на берегах двух рек. Одна из них, Кострома, и дала городу название. Волны другой – Волги, на его гербе. Плывущая ладья, как символ движения. И правда, на этой древней земле чувствуешь, как она продолжает развиваться. Здесь растут производства, и сюда стремятся туристы. И вот, что чаще всего из Костромы везут. Город считается сырной столицей страны. И здесь теперь можно попробовать сорта, которые раньше возили только из-за границы. Приятный фруктовый запах и тонкое соленое послевкусие. Пармезан – нет, он всегда такого цвета. Вот чеддер подкрашивают. А мед местный? Мед местный, конечно. Разнообразный. Неожиданность была для того, что здесь большой выбор сыров. Как-то привык есть все время российский сыр, а здесь такое разнообразие. Мне, например, больше всего понравился с труфелем. Он такой более традиционный, но вот с ноткой вот этого труфеля дает какую-то вот такую, не знаю, необычность. Мы решили в семье у нас ввести новую традицию. Это ездить каждый месяц куда-нибудь не очень далеко, но в новое место. И вот, и у мужа коллега из Костромы, он нам привозил оттуда бурату. Вот, мы попробовали, нам очень понравилось. И все, собственно, слышались его отзывов и решили как раз вот на ближайшие выходные съездить в Кострому. Первая сыроварня в Костроме появилась в 1878 году. Твердый костромской сыр быстро стал самым популярным в СССР. Вы наверняка его пробовали, даже если в Костроме ни разу не были. Сейчас в регионе больше десятка крупных сырных производств. И сортов много. Сюда поступает пастеризованное молоко. Здесь мы добавляем закваски, ферменты. Производится вымешивание. Здесь, да, уже начинает формироваться сыр. Я хотел показать вам, как мы делаем бурату. Она раскатывает шарик горячей моцареллы. Берет начинку из кусочков сыра и сливок. Заливает сливки туда. Готово! Волжанку называют настоящей итальянской сыроварней. Потому что тут производят бурату, моцареллу, рикотту. А основатель сыроварни Алексей Костин за развитие своего дела благодарен именно западным санкциям. Наверное, начало введения санкций, это 2014 год, а производство у нас увеличилось, наверное, в 2-2,5 раза. И я знаю, что такая же ситуация у очень многих сыродельных предприятий. То есть эта отрасль получила огромный импульс к своему развитию именно благодаря санкциям. Но здесь, как в стихотворении Самуила Маршака, от того, что в кузнице не было гвоздя. Импортозаместить на предприятии осталась самую малую, но очень важную деталь. К сожалению, Россия утратила такую область производства, как производство заквасок. Поэтому этот компонент иностранный почти на 100% на всех производствах. Если говорить о других составляющих, как то оборудование, сотрудники, сырье, оно преимущественно костромское. А это костромская лоси-ферма. И такая на Волге только одна. Сами по себе лоси животные очень мирные, спокойные, совсем не агрессивные. Костромские, конечно, особенные. Они очень дружелюбные и очень любят морковь. Вот Ичига съел всю морковь. Вот прям вот. Да? Вкусно тебе? Вкусно? За день вообще он может съесть даже больше 5 килограммов. Но не съест больше, чем нужно. Лосиная ферма в деревне Сумароково самая большая в мире. Приезжать сюда лучше всей семьей. Скорее, 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 скорее. Лосики. В каком-нибудь другом хозяйстве должность Михаила значилась бы как научный сотрудник. Но здесь Михаил лосе-папа. Лоси прекрасно чувствуют человека. Они, в принципе, ну, то есть большинство туристов, а здесь их, может быть, и 50-60 тысяч в год, подходят, дадут себя сфотографировать. Многие даже погладить. Хотя их отношения чувствуются. То есть сразу видно, когда мимо проходит воспитатель или доярка, абсолютно большая часть лосей. И причем сразу видно, кто кому кем приходится, кто кого воспитывал, а кто кого доил. То есть как минимум разворачиваются и провожают взглядом. А то и просто гуськом могут уйти. На ферме в естественной среде живут более 40 лосей. Малышей и подростков держат в специальных загонах, чтобы они не убежали. Взрослым можно гулять, где вздумается. Особенно лосихам. Из-за ценного молока, которое они дают. Корова доила, козу доила. Лосих не доила до этого. Вот сейчас я буду впервые в жизни выгонять коров на прогулку. Выходим, выходим, выходим. Пойдем. Гулять. Вперед. Пошли, пошли, пошли. Вот их тоже. Это ранчо и экологическая ферма Дикун. Для таких, как мы, жители мегаполисов, желающих побыть ближе к природе и к Волге. Увидеть, как доят коров, кормят свиней, как пасутся козы, лошади и не только. Друзья, это фантастическая история. В Костромской области мы встретили верблюда. Как так вышло? Его зовут Пабло Эскобар. Он у нас артист цирка. Работал всю жизнь в Шапито. Но Шапито не пережило пандемию, разорилось и срочно продавали всех животных. И мы себе одного купили. Он у нас ложится, встает по команде, катает туристов, пасет коров. Пойдемте сценарником розов покажу больших суней. Это другая порода, наша российская. Я очень часто обманываю мини-пиги. Их очень мало, они очень дорогие. Они там несколько тысяч долларов, евро стоят. А вот этих много, они никому особо не нужны. И они, видите, маленькие рождаются. Вот им уже где-то 2-3 недели. То есть они еще вообще как котята рождаются. И потом вырастают. Я вам покажу кабанчика вот этой породы. Каких размеров они вырастают. Ох ты! Видите, какие плаки у него? Да! Ой! А что это он говорит? Вкусно говорят? Ну нет, это я очень шу. Приятно тебе? Как? Как? Вкусно было? А чешут хорошо? Как тебе на ранчо живется? Владельцы ранчо Полина и ее родители. Привлекать сюда туристов сначала и не думали. Жили в городе. А теперь почти все время Полина поработит здесь. Постоянная уборка, кормежка. Просто тут все. Массаж надо? То есть просто вы с семьей решили заняться этим делом? Да. Сейчас завели одну корову, там двух поросят, чтобы не питаться субпродуктами из магазинов. А было как бы обеспечиться семьей нашими продуктами. И потом немножко разрослось все. И теперь вы еще и других угощаете. Да, сейчас уже как бы излишек свой продаем. Сейчас у семьи в планах построить гостевые домики, чтобы любители экотуризма оставались на этом ранчо подольше. Любовались волжскими просторами и отдыхали от городов. Что еще интересного есть на Волге, мы вам расскажем в следующих сериях фильма о главной улице страны. Вместо магнитиков на холодильник туристы увозят отсюда такие калачи. А на дне Волги рядом с городом лежит первый в России речной ледокол. Мы в Саратове. Вот он лежит. Волга, ну вы видите, красота какая. Тут воздух другой у нас совсем. Вообще, жители Саратова, мы веселые, гостеприимные. Волга, матушка располагает к этому. Мы преодолели несколько сотен метров. И именно с этой точки открывается самый красивый вид на слияние двух рек Волги и Камы. Где-то примерно с этого места Александр Сергеевич Пушкин, увидев Свияжск, воскликнул. Да это же тот самый остров Буян, который я описал в своей сказке о царе Салтане. Мы выходим без седел, покупаться и заходим в воду. Некоторые лошади боятся воды, а некоторые нет. В народе этот выступ называют Волдой. Это отличная смотровая площадка. Отсюда видно и Волгу, и горы. Волга – это все. Невозможно, наверное, в своей жизни уже представить, что ее нет. Волга – это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова